Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Микс», «Росинка», «Март». Два человека получили травмы в ДТП в Оречевском районе. Там водитель десятки вылетел в кювет, а его машина повисла на дереве. Подробности в рубрике «Обзор о аварии» слову моему коллеге Сергею Пичугину. В субботу на третьем километре трассы Одышево-Нижний Ивкино 20-летний водитель «Лады» 10-й модели не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия сам водитель, а также 20-летняя девушка-пассажир получили травмы. Следует отметить, что водитель управлял транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами данной категории. Также автомобиль был не зарегистрирован в установленном порядке. Также у него отсутствовала страховка. На водителя составили административные материалы. По факту происшествия проводится проверка. В воскресенье вечером на улице Комсомольской 48-летний водитель Рено Дастер наехал на пенсионерку. В момент аварии 81-летняя женщина переходила улицу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и её госпитализировали. Ещё один наезд произошёл на улице Ломоносова. Там 19-летний водитель Ауди 80 не заметил ребёнка. По предварительным данным, ребёнок перебегал улицу в неположенном месте. В итоге 8-летний мальчик получил травмы и его госпитализировали. На южном обходе 46-летний водитель Фольксвагена Пола хотел развернуться, но столкнулся с Хюндай Санта-Фе. В итоге оба водителя получили травмы. Медицинская помощь была оказана на месте. В Кирове на улице Ленина 43-летний водитель Хюндая Солярис выезжал с прилегающей территории и не пропустил велосипедиста. 26-летний владелец двухколёсного транспорта получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Сергей Пичугин. Место происшествия.